Валковский, Дергачевский, Богодуховский, Харьковский, Чугуевский, Змеевский, Новодолажский район Квалифицируют гидрометеорологи наши как стихийное бедствие Выпало за этот период от 9 до 59 мм осадков, что равносильно 190% декадной нормы И квалифицируется это действительно как стихийное бедствие Несмотря на это, силами Харькова Блэнерго, их бригадами, их квалифицированнейшими людьми Мы советовались и Игорь Иванович Ранин определился, что в такой ситуации мы могли объявить, что это чрезвычайная ситуация Но чтобы не было паники, учитывая опыт и квалификацию наших работников Харькова Блэнерго И учитывая то, что не по всем районам Харьковской области у нас были задействованы бригады И не везде было стихийное бедствие в таких районах, как Изюмский, Барвенковский, Лазовской район Была Близняковский, была достаточно нормальная ситуация погодная И мы оттуда привлекали квалифицированных работников и технику, и механизмы И все средства для ремонта, для того, чтобы в центральные районы Харьковской области Мы приняли решение и посоветовались, и решили, что в течение 5-7 дней нам удастся справиться с этой задачей Которую нам принесла сюрприз наша природа и погода Хочу сказать, что за этот период было практически обесточено 185 воздушных линий 6-10 кВт 71 линия 110-35 кВт Было обрушено 447 опор Налипание мокрого снега, которое происходило в сочетании с сильным ветром С обледенением, с падением деревьев, более 2000 деревьев упало в Харьковской области Налипание снега составляло, вот есть пример, фотография, составляло порядка от 8 до 10 миллиметров Налипание было на проводах Некоторые опоры были не повалены, а деформированы Которые потом в течение 4-5-6 декабря начали валиться дальше В этих условиях особое внимание уделялось безопасности людей Потому что находились линии под напряжением Выставлялись и задействованы были правоохранительные органы Выставлялись посты, значит, бригады для того, чтобы обеспечить безопасность людей Устранить травматизм Те работники обленерго, которые работают уже 15-20-25 лет И население, и вот мы выезжаем постоянно круглосуточно Практически работали и с руководством Харькова обленерго Никто не помнит даже такого серьезнейшего, такого обильного снегопада С таким налипанием, никто не помнит, чтобы были такие масштабные Значит, именно потери в оборудовании обленерго Продолжение следует...